Так, продолжу. 6 июня у Давида в центре он захотел, заинтересовался массажным креслом. Для меня это тоже было удивительно, потому что он, во-первых, вот это вот все, технику вот эту настороженную очень воспринимал. Все вот эти вот дребезжащие, жужжащие, тем более еще и массажирующие. Он захотел его включить. Давид один раз его показал, как его включать. Он запомнил. И в последующие разы уже он, получается, сам включал, садился туда и аккуратненько так его исследовал. То посильнее вот на него облокотиться, то по чуть-чуть, то руками потрогать, значит, все как это все, то на другие части тела приложат. В общем, было интересно так наблюдать. Вот стал проявлять интерес к таким вот разным штукам. Причем, я говорю, он с первого раза научился, как и что делать там. Вот. Потом 7 июня Я уже заметила, что он вообще по всем маршрутам, которые мы ходили, он уже знает эти все маршруты. И даже вот уже ближе, подходя, допустим, к дому, где-то, ну, не совсем прям близко, но где-то два квартала от дома он уже отпускал руку. И уже знал, куда идти. И все, ну, хотелось ему самому, потому что он уже взрослый, все знает. Тоже будет так интересно наблюдать. Потом, 7 июня я заметила, что он стал щелкать языком, потому что у него, ну, вот язык не во все стороны поворачивался. Он раньше вообще не мог язык высунуть, а потом потихоньку начало у него вот это вот, благодаря и сеансам, и занятиям, у него начались, ну, он начал вот язык высовывать. А тут он щелкать начал, как вот, как лошадка, и ходит по дому, щелкает, щелкает, главное, и вверх язык начал поднимать, высовывает и поднимает вверх. Это тоже он не мог делать. Вот. И пытался сказать какие-то мне слова, а пота, а пота очень часто мне это говорил при разных, как сказать, при разных ситуациях. Я так и не поняла, что это значит. Ну, в общем, он пытался уже что-то мне сказать. Вот. Потом, 8 июня он первый раз, он первый раз захотел на детской площадке сесть вот на качельку, у которого двое детей садятся, и он попросился на эту качелю. До этого ему не нравились качели, короче говоря. А тут он, в общем, с удовольствием сел туда и качался он с Лаурой, там на пару они качались. Потом, 8 июня тоже был такой случай, вечером уже мы когда пришли домой, он тут вдруг захотел примерить мои сланцы. Примерил и ходил, прям любовался такой на свои ноги, короче, ходил и воображал. Потом, 9 июня мы поехали в зоопарк. В прошлом году он в зоопарке не обращал внимания на животных вообще. Даже мы показывали, допустим, если пальцем показывали, смотри, там жираф или там, ну, другое животное. Он не следил за пальцем и не смотрел, куда мы показываем, не обращал внимания почему-то особо на животных. Вот. А в этом году он очень хорошо всех животных смотрел, наблюдал, ему очень понравилось. И даже те, которые он знает, он прям показывал, что, вот, и улыбался, что он знает этих животных. Вот. Потом, 9 июня, когда мы домой пришли вечером, он попросил надеть наручные часы. Тоже для меня было интересно так наблюдать. Вот он надел и ходил, такой деловой, прям, не знаю, как, такой мужчина деловой, бизнесмен. Так. И потом, вот, в последующие дни, вот, я тоже просто записывала, чтобы не забыть ничего. В последующие дни он тоже, мы, например, собирались на лечение, он одевал часы с утра и шел, в общем. В этих часах. Так. Потом он, еще как-то был такой случай, Давида сын был дома, и он позвал Глеба, мол, давай я тебе буду этот. Они, в общем, играли, как будто бы яйцик его лечит. И Глеб такой с удовольствием пошел, тоже лег на кушетку, там яйцик что-то ему поделал. И вот этот такой тоже довольный Глеб. И, в общем, они так поиграли, интересненько. Вот. А 12 июня он на детской площадке, опять-таки, у него появилось новое, этот, преодолел, так сказать, свое препятствие. Он раньше никогда не хотел залазить по вот этим канатным таким лестницам. Если нужно подойти к горке либо по лестнице, либо по канатной, он шел по обычной. Ну, в общем, боялся по вот этим вот веревочным таким препятствиям проходить, либо по лестницам прям боялся. А тут, в общем, мы пришли, и он так хочет залезть на эту горку, а там по-любому надо либо по камушкам пролезть, как скалолаз, либо по канатным вот этим вот препятствиям. И девочка там такая молодец вообще. Она видит, что он боится. И я смотрю, она начала как бы демонстрировать, как нужно туда забраться. по разным, с разных сторон, получается, показывал ему разные способы, как туда пробраться. Я говорю, смотри, девочка тебе показывает, как туда залезть. В общем, он постоял, посмотрел. Потом он полез по вот этим, по вот этому канату. Потихоньку-потихоньку залез. В общем, забрался на эту, эту, и все. У него, значит, переодолел вот это препятствие. И вот последующий, и потом он уже начал по вот этим камушкам залазить. Первый раз тоже. В общем, преодолел вот этот свой страх. И потом еще у него был такой страх. Он этот, где-то с месяца два назад он напугался собаку у мамы, у моей мамы дома. И после этого начал бояться и кошек, и собак. В общем, не хотел, боялся им. Так, насторожно очень прям проходил, прям каждую собаку замечал. Проходящую. А тут мы, значит, тоже это спустя две недели, получается, он начал всех кошек. Там мы жили в таком частном секторе, в тихом таком районе. И вот там очень было много кошек. И постоянно идут, и он мне показывает. На-на-на. В общем, это типа, можно я поглажу. Перестал этих кошек бояться. И в конце концов, мы последний день, когда были на море, там тоже на пляже была собака. Большая такая достаточно, почти с него ростом. И он тоже мне попросил, что можно я поглажу ее. Я такая, да ради бога погладь. Мы у хозяина спросили, он говорит, а пожалуйста, гладьте. Ну и, в общем, он вот так вот тоже преодолел вот этот страх.